Последние дни декабря в этом году будут теплыми, слякотными, но главное снежными. Например, завтра во вторник днем температура воздуха прогреется до нуля, минус двух градусов. В среду будет немножко холоднее, минус три, минус пять. Однако все эти дни будет идти снег, который, надеемся, не растает. Но вообще, как говорят специалисты, в последний раз такой теплый декабрь был аж в 1939 году. Очень теплый воздух в свободной атмосфере с Каспия, бывших республик Средней Азии проникал вплоть до нашей территории. И у нас, значит, вчера была температура плюс два, два. Но это близко к абсолютным максимумам, но абсолютный максимум мы не перекрывали. Плюс три, восемь, 1939 год на вчерашний день. Днем 31 декабря ожидается, что будет минус девять градусов. А вот в саму новогоднюю ночь немного холоднее, минус двадцать, минус двадцать два. Первое января минус восемнадцать градусов, но потом температура начнет медленно идти вниз. Самыми холодными днями станет второе и третье января. Например, ночью ожидается до минус тридцати, днем от минус девятнадцати до минус двадцати трех. По центральным районам, также южным, ожидается местами, в начале периода местами слабый снег. Порывы западного ветра тридцатого и тридцать первого, тринадцать, восемнадцать метров в секунду. В начале будет очень тепло, значит, ночные составят пять, десять понижены до пятнадцати. А дневные плюс два, минус три в ближайшие сутки. В дальнейшем минус один, шесть. По югу ноль, минус пять. Начнет холодать на первое число. Здесь уже ночные составят девятнадцать, двадцать, воссток и север до тридцати двух. А дневные составят порядка пятнадцать, двадцать. Будет холодно, тут дальнейшее похолодание к третьему числу. Здесь у нас уже составит порядка двадцать семь, тридцать два в пониженных до сорока двух. Однако, по прогнозам синоптиков, холода в Красноярском крае надолго не задержится. Уже к концу новогодних каникул заметно потеплеет. Однако, стоит отметить, что это только предварительный прогноз погоды и все еще может измениться. Екатерина Погорела, Денис Тимошенко. Новости.